Здравствуйте, это Укралайся в Милане Мире, и мы продолжаем наши эфиры. Я хочу напомнить, что спонсор канала – торговая марка Гетьман. Мы очень рады, что сегодня с нами на связи. Олег Пастернак. Олег, доброе утро. Спасибо, что вы нашли время поговорить сегодня с нами. Добрый день. Олег, военная помощь Америке – главная тема, наверное, последних дней. Поэтому давайте, наверное, с этого и начнем, потому что сегодня уже стало известно о расширенном пакете помощи, который уже окончательно пакуется, как пишут западные средства массовой информации. Ну, по сути, все считают, что вот еще совсем чуть-чуть. Сенат и президент за ними, наверное, задержки не станет. Ну, по крайней мере, так об этом говорится. У нас параллельно в контексте общего какого-то состояния моргает свет, поэтому прошу наших зрителей не обращать на это особенного внимания. Вот. Поэтому и так американская помощь готовится. Европейская помощь готовится тоже. К европейской помощи мы еще сегодня обязательно вернемся. Ну, давайте начнем с того, что же, как вам кажется, стало причиной того, что этот вопрос был решен. Означает ли это, что Трамп поменял свое мнение, свою позицию? Означает ли это, что республиканцы, которые не проголосовали, а их большая часть за этот законопроект – это проблема? Или на самом деле это просто предвыборная конъюнктура? Поэтому вот здесь больше вопросов, нежели ответов. Но надеюсь, что деньги все-таки мы получим. Это важный знак, тот факт, что Америка открывает этот канал военной помощи, потому что шесть месяцев вот такой сложной межпартийной геополитического соревнования, попытки договориться, попытки найти общий консенсус, они привели сейчас к вот такому успеху. Успеху почему? Потому что, по моей информации, со стороны украинской власти были задействованы колоссальные возможности связи. Это положительно в том плане, что мы наконец-то учимся работать с американской средой. То, чего нам не хватало, например, вот особенно в 19-м, 22-м годах, когда из-за Украины возникали те или иные споры, проблемные какие-то кейсы, вспомните вопрос о импичнике Трампа в свое время, из-за звонка с президентом Украины. Сейчас же это все, знаете, работа над ошибками проведена соответственно. Я знаю, что Украина задействовала и религиозно-конфессиональные связи, потому что Майм Джонсон, он последователь и участник одной из протестантских церквей. Я знаю, что задействовалось по максимуму двухпартийное сотрудничество и постоянные связи, телефоны. Очень хорошо поработало посольство Украины в Соединенных Штатах. И все-таки я хотел бы обратить ваше внимание на очень важный момент. Давайте прогнозируем эту дискуссию, исходя из шести месяцев, как она развивалась. Я в том плане, что... То есть в динамике посмотрим. Да. Я хочу обратить внимание на тот момент, когда украинская помощь была связана пакетно с вопросом границы, южной границы с Мексикой. И для республиканцев это было непререкаемо, там, где они не уступят. И вот сейчас, когда в апреле произошло голосование в палате, об этой вопрос об границе не стоит. Как ключевой, как связанной с украинской помощью, как триггерный, как тот вопрос, который может там не выгоден быть администрации Байдена и так далее. Это я к чему говорю? Видимо, тогда, когда была дискуссия о том, чтобы украинскую помощь связать с, в том числе и с финансированием границы на юге, она была конъюнктурной, эта дискуссия. Она была чисто предвыборным трюком. Собственно, это тогда, это еще раз нам доказывает, что во многом задержка с помощью вина не столько республиканцев, сколько и демократов в том числе, которые использовали вот эту задержку, ну и в своих внутреполитических раскладах, так и как средства коммуникации с Украиной. Это первый момент. Второй момент. Смотрите, вот все говорят там сейчас о компромиссе, о здравой логике. На самом деле голосование в Палате представителей не было бы возможным без отмашки Трампа для республиканцев. Вот давайте с этого момента очень важно нам понять, что одним из архитекторов этого успешного трека является в том числе и Дональд Трамп. И это разрушает вот эту фабулу, искусственное впечатление о том, что приход Трампа к власти, вероятнее всего, такой исход может быть в ноябре. Это конец российско-украинской войне, это поражение Украины, это капитуляция, катастрофа и так далее. И вот тогда возникает такой очень важный вопрос, а почему Трамп поменял свою точку зрения? Ну, он часто меняет точку зрения свою, для тех, кто следил за его первым президентским строком, вряд ли это новость. Но я вижу три фундаментальные причины. Интересно. Первая причина. Перед голосованием Трамп имел встречи. 9 апреля он встречался с Дэвидом Кэмероном, министром иностранных дел Великобритании. Который с ним ужинал, если я не ошибаюсь, в поместье Трампа. Да. И прямо перед самим голосованием была встреча с президентом Польши, Анджелем Дудой. Я напомню, что Трамп очень ценит личные взаимоотношения и личные встречи. Во время своего первого президентства это особенность его стиля. Выстраивание личных, персональных связей и отношений. И эти, да, и Борис Джонсон в январе, он давал интервью и говорил, ну, чтобы Украина не боялась прихода к Трампу. Наоборот, это могло бы быть связано с еще важными для Украины новостями в плане продвижения, углубления номенклатуры помощи. А оно так и оказалось, потому что именно республиканцы провели через свой законопроект вопрос по АТЭКМС, по ракетам дальнобойным, 300-километровым. То есть, не демократы. Да, там есть бюрократические преграды, там есть условия предоставления этой ракеты АТЭКС, но сам факт, что этот момент появился в самом пакете, он отличает республиканцев, республиканский законопроект по украинской помощи, или компромиссный, пускай назовем его так, от чисто демократического, который был проголосован в Сенате. Это первая причина. То есть, это наши партнеры, которые имеют на Трампа определенный вес. Маленький, позвольте нюанс, только напомнить нашим зрителям, что ведь у Трампа, когда он был президентом, сложились очень хорошие отношения тогда с президентом Польши, и тогда он построил дополнительную базу военную. И мы помним, как Дуда недавно высказался, что Трамп выполняет все, что говорит. И я помню, как он сказал, что все обещания, которые были даны Польше, были выполнены. Я очень хорошо помню эту фразу. Она тогда появилась после вот той статьи или того поста Джонсона, который очень позитивно отозвался Трамп. А я вспоминаю визит Трампа в Польшу. Я вот, к сожалению, год точно не назову. Либо это 17-й, либо 18-й, где Трамп выступал в Варшаве, и его приняли очень тепло. И многие воспринимали в то время это как углубление польско-американского сотрудничества, сознание вот этой оси Вашингтон-Варшава, которая во многом должна была быть сдерживать и Россию, ну и классические старые европейские государства, которые, в принципе, тогда занимали немного иную точку зрения. Иногда и даже конфликтную в отношениях с Трампом. Там по климатическому соглашению, если вы помните, по иранской сделке и так далее. Вторая причина. Вторая причина состоит, это моя любимая причина, электоральная, потому что мне как политтехнологу, естественно, ближе к своей рубахе, но она важна. Если вспомнить последние опросы, которые там и NBC, и другие, они указывают, что у республиканцев чуть-чуть просела поддержка. У Трампа, естественно, автоматически. Проседание поддержки ставит вопрос перед штабом Трампа об расширении электоральной базы. Потому что одними республиканскими голосами выиграть выборы невозможно. Это Трамп знает. Ему нужна поддержка независимых избирателей, которые определяются в последний момент. Особенно те, которые живут в больших городах, особенно в колеблющихся штатах. Начиная там от Джорджии, Пенсильвании, заканчивая там Аризоны и других штатах. Так вот, вот в этих штатах и вот независимые избиратели, они, как правило, очень положительно, ну, либо нейтрально относятся к необходимости предоставления украинской помощи. Вот почему часть республиканцев и поддержала Трампу. Это позволяет позиционировать более гибко в плане электоральных и сказать, ну, в принципе, видите, моя партия поддержала, если станет необходимость озвучивать эту позицию в части штата. Это вторая причина. Я думаю, можно будет посмотреть на рейтинг республиканцев и Трампа через пару недель, повлияла ли эта ситуация. Мне кажется, повлияла. Интересно. Третья самая важная причина, которая сделала крем и сдвиг в Америке. И тут я сейчас скажу очень осторожно, что тут нам помог Иран. Ух ты! Как-то это, знаете, не очень гибко звучит, но все-таки так она есть. Атака Ирана на Израиль в апреле месяце создала впечатление в американском обществе, что администрация Байдена не способна сдерживать Иран. Иран, что впервые Иран прямо атакует Израиль, союзника, коренного союзника Соединенных Штатов. Впервые Иран ведет себя настолько хитро, изворотливо и нагло. И Америка реагирует лишь некой оборонной помощью, пускай избивает ракеты, даже хоть и не на территории Израиля, но все-таки вот этот момент перехода Ирана красной линии на американское общество имел важное значение, потому что сформировалось у американского избирателя ощущение, что Америка потеряла силу и на Ближнем Востоке. Она потеряла авторитет, что раньше сдерживало Иран и заставляла его маневрировать, использовать прокси-формирование ХСБЛА или Хуситов, а теперь Иран. Прямо это дело. И у американцев возник запрос, а может нам пора немножко показать твердо и уверенно свою позицию. То есть запрос на силу имеется. Верно, запрос на силу. И вот этот законопроект о помощи Тайваню, Украине, Израилю и еще и акт по дополнительным возможностям, где говорится о конфискации российских активов и так далее, он оказался весьма востребованный. И первыми, кто это уловил, это были республиканцы, которые очень захотели таким образом позиционно отличиться от вялой, осторожной политики нынешнего Белого дома с Байденом. Отсюда привязка Катакамс и всем прочим вещам. Абсолютно. Абсолютно. Вот все ложится в эту одну реку. И я вам хочу сказать, это тот пример, когда в старой доброй республиканской партии возникли ястребинные вот эти намерения, которые успешно легли, в том числе на помощь Украине. Да, конечно, украинская помощь набрала меньше всего голосов. И тут явно вовсе не причина манеджеры Тейлор Грин, как некоторые многие хотят это свести. Это результат предыдущей риторики Трампа и части республиканской группы, магогруппы, которая не могла просто взять и поменять свою точку зрения. Вот так публично. У нас в парламенте часто можно увидеть кульбиты такие, а в Америке это все-таки надо в округах потом и в Штатах своих отвечать на вопросы перед журналистами и избирателями на собраниях, на кокосах. Поэтому тут было сложно и очень для многих республиканцев изменить свою точку зрения. Однако это произошло. Давайте тогда немножко вернемся к помощи и к условиям, которые тоже связаны с республиканцами. Это ведь очень интересная история написать следующим образом. Передать Украине срочно Атакамс, но если президент сочтет, что это вредит национальной безопасности Соединенных Штатов, то он может это решение отменить. Таким образом, Байден оказался перед выбором, и он должен этот выбор сделать. Он должен сделать этот выбор публично. И этот выбор будет известен всему миру. И в этом смысле он будет известен американцам, он будет известен европейским союзникам и так далее. То есть означает ли это, что с чисто какой-то технологической такой точки зрения, вот здесь республиканцы переиграли демократов и заставят Байдена показать, о чем идет речь? Ну оно так выглядит. И с точки зрения политтехнологии это вот-вот-вот высший пилотаж. То есть показать избирателю, что мы более активны и готовы идти дальше. Мы готовы дать Украине больше помощи в виде так необходимых ракет Attackers. Потому что, ну, сейчас британский пакет озвучен. Там опять, слава богу, самый ключевый момент. Это одни из ракет, которые дают Британия. И тут как бы показать, что мы более активны. Но, с другой стороны, перенести этот мяч на поле Байдена и сказать, если Байден не осмелится дать, то у республиканцев возникает возможность покритиковать Байдена за его неумелую, пассивную внешнюю политику, осторожную, боязнь Путина, все что угодно можно привязать. То есть, то, что раньше приписывали так или иначе Трампу, когда говорили, что он пророссийский, прапутинский и так далее. То есть, перевернуть, имеется в виду доску в другую сторону. С другой стороны, если Байден предоставит Attackers, ну, во-первых, Украине так крайне выгодный был бы вариант и очень желательный. Ну, а тогда Байден рискует, потому что предоставление Украине ракет необходимо будет обусловить определенными условиями, потому что с НПЗ они уже, американская администрация Белого дома уже поняла, что Украина может быть совершенно таким серьезным игроком на военном поле, который может влиять на расклады в том числе и в американских кабинетах власти. И тогда это позволит Байдену быть более причастным к войне. Тут же как момент, какая задача Байдена? Вот он сейчас выходит на кульминацию избирательной гонки. Можно ли прогнозировать украинский трек? Как будут развиваться события на фронте? Ни я, Люда, ни вы, ни наши уважаемые аналитики, которые очень часто, им очень сложно спрогнозировать ситуацию на ближайшие полгода. Это практически невозможно, потому что российско-украинская война, в отличие, например, от Ирана, израильского конфликта последнего, она неуправляема, минимально управляемая. То есть, плюс Путин, который является мастером импровизации и хитростей, ну, явно тоже, плюс права американской разведки перед 22-м годом, вспомните, он во многом объясняется тем, что прогнозировать русско-украинскую войну очень сложно. И в таких условиях Байдену охотнее было во время, на период избирательной кампании минимизировать потенциальный негатив, который может исходить от российско-украинской войны, на свою предвыборную кампанию. Что делают республиканцы? Они заставляют Байдена быть сопричастливым более активно с украинской темой, не только в плане попытаться играть на успехах в российско-украинской войне, но еще и готовым разделить неуспехи и неудачи, которые может сопровождать российско-украинская война летом, например, или осенью 2024 года. Вот это такая тонкая, очень грамотная, чисто реалполитическая, классическая американская технология с геополитическим подтекстом. Но это политика. А мы-то уж подумали, что американцы разучились заниматься политикой. А тут оказывается все не так просто. Мы уже их там и в хвост, и в гриву ругали просто. Любят сейчас повторять фразу Черчилля, что американцы сначала испробуют самые невероятные и невозможные сценарии, только потом примут верное решение. Так, собственно, оно и происходит. Но тут же тогда фишка в чем заключается, что теперь так или иначе и демократы будут привязаны к тому, что будет происходить в Украине, ну и республиканцы тоже. Потому что если Атакамс будут переданы, то тогда всегда можно сказать, что вы причастны, вы голосовали и вы настаивали. С другой стороны, если не будут переданы, то республиканцы получат возможность критиковать да нельзя потом Байдена, если вдруг что-то пойдет не так. Смотрите, вот абсолютно правильно. И вот хорошая мысль у меня возникла буквально вот общаясь с вами только что. Если Байден и не передаст сейчас ЭТЭКМС, я надеюсь, что Скальп и Штормс Шэдоу сделают свою работу хотя бы на этом этапе, то у республиканцев возникает соблазн после победы Трампа возникает соблазн после победы на выборах, например, показать, что я лучше, чем Байден, что я сильнее, чем Байден. Я вот немедленно предоставляю Украине. Я абсолютизирую и акцептирую силу, потому что вот я такой эксцентричный и вот такой смелый президент. У Трампа это есть. Да, безусловно, нужно отчитывать, что Трамп может менять точки зрения, причем очень-очень оперативно, быстро и без всякого сомнения и угрызения совести. Ну, не всегда, наверное, да? То есть диаметрально противоположную вряд ли, не знаю. Смотрите, давайте руководствоваться некими замечаниями тех людей, которые с ним работали. Вот недавно было интервью Болтона, бывшего советника Трампа по нас в безопасности, но он очень скептически отзывался о перспективе видения Трампа в более проукраинской повестке дня после своей победы, да? Но нужно понимать, что всех, кто работал с Трампом, они либо обижены на Трампа из-за его поведения, поэтому целиком допускаю, что желание лишний раз упрекнуть у кого Трампа, у многих бывших чиновников, в том числе и трамповская администрация, насколько зияет, что доверять ему в полной мере, конечно же, очень сложно. Но, опять-таки, не забывайте, что именно Трамп предоставил первое летальное оружие Украине в свое время. О джавелинах мы говорим сейчас. именно Трамп попытался прагматизировать помощь, и он это сделает в случае, если победит. Поэтому идея кредита для него, ну, это некая такая обертка, которую можно и успешно предоставить американскому избирателю. Мы все-таки даем Украине помощь, но мы при этом не ограничиваем свой бюджет, свои военные расходы и так далее. понятное дело, давайте начнем с самого базового аргумента, что в основном оборонно-промышленный комплекс США он ориентирован на республиканцев. Поэтому приход Трампа к власти и это судит хорошими казенными заказами военными, а это выгодно и Украине, если мы окажемся на марше этого процесса также. Поэтому если мы хотим иметь более спокойную перспективу после ноября 2024 года, я несколько раз это повторял на всех своих эфирах, нужно выстраивать личные взаимоотношения с Трампом. И речь идет о представителях украинской власти, топ-уровня и, конечно же, о президенте Зеленскому. Безусловно, тут россияне попытаются сыграть, опередив Украину, поверьте, и они будут подчеркивать, что у Трампа могло бы изменить отношение к Украине, к Зеленскому из-за ситуации с импичментом, из-за нежелания тогда Украине давать ход в дело Хантера Байдена. А россияне на эту тему готовы опедалировать очень-очень красиво. Не зря Крокус Хола не обвинили кого. Даже привязали совершенно фантастическую историю об участии фирмы Буризма и Хантера Байдена. Это же сделано было специально, чтобы нарративом инъекцию запустить в мировые СМИ. Может быть, кто-то подхватит и это обсудит. И тут нам придется поработать летом и осенью и очень важно, чтобы мы получили хорошего лоббиста в трамповском окружении. Поговаривают, что Трамп может поручить украинский направление будущему вице-президенту США. Кандидатуры сейчас уже начали обсуждать. Из того, что я слышал, называют несколько фамилий. Называли Майка Помпео. Это был бы изумительно опасный вариант, потому что это грамотный спец, бывший госсекретарь США. Называют Линдси Грэмма. Давайте напомним, что он несколько раз приезжал в Украину, вот даже сейчас во время войны, и он высказывался про украинский достаточно. Называют Линдси Грэмма. Линдси Грэмма очень противоречивая фигура на самом деле, потому что он менял свою точку зрения пару раз, это было так заметно, но это было связано с тем, что он очень хотел понравиться Трампу в свое время, и он вынужден был перестраивать свою коммуникацию ближе к трампистской риторике. Сейчас же он наоборот выполняет очень важную роль, он сглаживает уже Трампа в плане в его украинском взгляде. Ну и называет несколько других кандидатур, потому что Трамп будет делать знаете, сам для себя работу над ошибками, он обжегся с Пенсом, с другими представителями своего окружения во время своего первого президентства, это громкие отставки, конфликты, и он, конечно же, захочет на свою вторую каденцию иметь максимально верных, максимально близких и максимально доверительных людей, которые безусловно будут выполнять его инструкции. Вот это тоже не есть хорошо на самом деле, потому что это не соответствует американской традиции политической системы сдержек, противовесов, в том числе кадровых теме, но нужно объективно понимать, что если американцы выберут Трампа, машина будет запущена. То есть мы говорим скорее о личных каких-то симпатиях, нежели о каких-то других характеристиках. Да, 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 ну, Никифелева не назначит вице-президентом. Это уж... Да, у них сложные отношения, да. Вот, вы знаете, многие обсуждают сейчас позицию Виктории Спарц, да, украинского происхождения, член Конгресса. Что, как бы вы прокомментировали эту позицию? Знаете, я бы очень хотел, вот комментирую эти вещи. Я наблюдал за ходом дискуссии в комитете палаты представителей и в самом голосовании, когда Спарц настаивала на поправке. Она требовала забрать у президента право президентской полномочии передачи помощи. Это особая процедура, когда сам президент может отправить помощь в обход Конгресса. То есть напрямую приняв сам решение? А как было с Израилем до голосования? Он же отправил помощь бомбардировщикам Израилю. Просто это особенность бюрократической кухни Америки. Пентагон признает некие склады оружия излишеством, и эти излишества может президент спокойно передать любой стране. Украине этого, помните, было, когда обсуждалась эта дискуссия, украине там пакет на 300 миллионов кажется, передавался. Вот по-моему это в марте было и так далее. Вот это вот недавно совсем, когда уже совсем все было. То есть грубо говоря, раньше при большом желании Байден мог бы это сделать. То есть вот то, о чем я говорил очень часто, со мной очень спорили многие, у Байдена были возможности и есть до сих пор эти возможности предоставить. Но почему этого не было сделано? Есть разные мнения. попытка сдвинуть Украину, например, намекнуть на реализацию мирного какого-то кейса. Ну вот Украина и запустила глобальный саммит мира в этом году. Смена чиновников, которых американцы сомневаются в частности по коррупционным рискам. Было мнение, что речь была о законе о мобилизации. Если Украина примет, это будет сигнал, что Украина готова дальше воевать. И, соответственно, можно выделять помощь. Чисто рационально можно предположить, хотя я бы не сильно связывал это с законом о совершенствовании мобилизации, потому что оно, безусловно, объективно связано, но прямым образом навряд ли. Но в одном направлении можно смотреть. И администрация Байдена медлила, медлила. Чего-то ждала, ждала уступок со стороны мирного кейса. В конце концов, мы запускаем сейчас мирный диалог. Я думаю, в июне месяце у нас будет повод обсудить очень много ярких картинок, которые всплывут в Швейцарии на глобальном саммите мира. В любом случае, сейчас начинается новый этап войны. И летом уже анонсировал и Буданов, и многие аналитики военные по концу мая, по началу апреля. А недавно издание даже опубликовало новые стрелочки нападения Российской Федерации на украинские земли. Я не видела, кстати, эти стрелочки. Куда там стрелочки? На всякий случай, раз уж вспомнили. На Невр, атака на Харьков, продвижение Бахмутского направления. Ну, собственно, мне кажется, вряд ли это аналитически взрывно, потому что, мне кажется, это совершенно предполагаемо, потому что российская армия подписывает контракты постоянно, российская военная машина работает, военные расходы доведены до 6% ВВП. Это при том, что, например, некоторые европейские страны рожают еле-еле 2%. И тут, кстати, надо поблагодарить Трампа за вот эту его позицию, что мы хотим, чтобы европейские партнеры НАТО увеличили военные бюджеты до 2%. И что делают европейские страны? Они увеличивают военные бюджеты. Идет ли это на плюс Украины? Безусловно. Это не идет на плюс, например, России, потому что она была заинтересована в том, что Европа продолжала в этом спящем, вялом, немобилизированном состоянии и дальше быть. Но процессы запущены иные, и в этих процессах есть свой резонт. Другое дело, что перспектива Третьей мировой глобальной войны, она, к сожалению, масштабируется, в сознании массовом все шире и шире. Ну, давайте тогда пойдем дальше, Олег. И еще есть один важный нюанс, как условие тоже этого голосования за законопроект. Это необходимость администрации Байдена предоставить такую стратегию по отношению к войне России против Украины. Это интересная тема, ведь республиканцы понимали ее уже очень давно. И, казалось бы, и тоже назвали это как одно из условий, почему они не голосуют за эту поддержку. И, с одной стороны, выглядит, что это было бы очень желаемо, да, тогда бы Украина понимала, что хочет Америка и чего она не допустит никогда. Тогда бы европейские партнеры понимали, какие будут шаги Америки. Это как бы с одной стороны, это прогнозируемость. Но, с другой стороны, непонятно ведь, какую стратегию предложит администрация Байдена. И в этом смысле любая определенность может быть выгодна Путину, потому что он будет понимать, вот до каких рубежей Америка идет, а дальше каких рубежей она не переступает. И в этом смысле тут такая очень спорная ситуация, которая непонятно, как будет разрешаться. И вот эта очередная тоже попытка, я так понимаю, очень тонко технологически республиканцев заставить Байдена высказаться полностью, что же он хочет. И это он должен сделать на протяжении, если я не ошибаюсь, 45 дней, то есть практически накануне пика этого избирательного процесса и еще больше активизировать все, что связано с Украиной. Если я правильно поняла и связалась с тем, что вы говорили до этого. Да, это попытка надавить на самую болевую точку концепцию Салливана, вот этой осторожной, гибкой, аккуратной, маневренной стратегии администрации Байдена в отношении украинско-российского конфликта и войны. Ну, положительный момент. Само понимание наличия стратегии это повод для интеллектуалов, для общественной мысли увидеть хотя бы какие-то рэперные точки движения этого конфликта, хотя бы осознание, потому что его нет во всем мире. Поэтому, наверное, мировая пресса, когда что-то пишет об Украине, начиная от политика и тайн и заканчивая Вашингтон-Пост и Шпигерем, то внимание всех просто сотрясает. И вот это мозаичное понимание собственно что происходит и насколько долго это будет происходить и насколько есть вообще ли моменты примирения России и Украины в таких условиях, оно мучает многих. Оно мучает американцев, европейцев, которые следят за политикой, которые политизированы, которым нравится наблюдать за геополитическими событиями, скажем так, это до 30% населения евроатлантического мира, это 100%. Ну и плюс риски инфляции, потому что многие политики связывают, например, результаты российско-украинской войны с какими-то внутренними экономическими проблемами и очень успешно. Например, правая сейчас в Европарламенте выбора в июне, там в некоторых странах риторика жесткая, вот из-за украинской войны у вас поднялись цены на бензин, у вас поднялись цены на газ, у вас поднялись цены на продукты, и вот Орбан, как он красиво вчера в фейсбуке своем, он это все органично связывает в качестве предвыборной технологии, поэтому наличие какой-то стратегии, это позволит перезарядить общественную мысль. С другой стороны, американцы нынешний Белый Дом понимают, что установление этой рамки колоссальный вызов для Байдена в условиях предвыборной кампании, потому что если события пойдут не по стратегии, а вероятность такая очень высока, потому что повторюсь еще раз свой главный тезис, российско-украинский конфликт непрогнозируемый изначально, непрогнозируемый. Тут есть как бы точки понимания, есть точки прогнозирования, но они потом почему-то теряются и уходят вдаль. И возникает иная ситуация, которая позволяет простой пример, летнее контрнаступление 2023 года. Колоссальные ожидания во всем мире, рапорты со стороны американских генералов, бывших, нынешних, довольно-таки оптимистичные, радужные мысли и знаете, вот такой стресс от того, что по сути это все оказалось мыльным пузырем информационным, перегретым пузырем. Тут, кстати, и украинская власть приобщилась, это было возможно в целях информационной конъюнктурной войны, с другой стороны это минусовало надежды на надежды на успех в конце 2023 года и привело к такой утомляемости от войны, о котором любят говорить политологи и другие эксперты. Поэтому стратегия, я считаю, придет плюс. Ну, а то, что у Байдена будет меньше маневра, чтобы, знаете, соскочить, когда надо, попытаться сдвинуть понятия, или где-то замазать, зарихтовать какие-то вещи, как любит это делать Сави Ван, ключевой человек, который принимает решения в администрации, потому что если сравнивать Сави Вана с Блинкиным, Блинкин более все-таки радикальный в плане предоставления Украине помощи. Госдеп это Госдеп, у них классика, знаете, а советник, он, как правило, уравновешивает такие ястребинные намерения Блинкина и Госдепа, и Старай, и Нуланд в свое время, когда работала тоже в Госдепе, она в этом плане была более сторонницей жесткой линии. И да, теперь у Сави Ван и Блинкин придется сложнее пытаться и объясняться и миру, и союзникам, и своим избирателям, когда что-то пойдет не так. Олег, ну и тогда вот этот элемент предсказуемости и неопределенности. Вот помните, когда неожиданно Макрон заявил о том, что нужно будет вводить войска в Украину, то тогда впервые заговорили в отношении этой войны о стратегической неопределенности со стороны наших западных союзников, но не с точки зрения того, что они не знают, что делать, а с точки зрения того, что они знают, что делать, и их шаги нельзя предугадать. То есть их шаги могут быть неожиданными для Путина. Вот, кстати, сегодня цитируют очень многие президента Зеленского, который сказал, что когда Макрон приедет в Киев, они будут обсуждать ведение французских войск в Украину. Это интересный момент, я на всякий случай поставлю здесь галочку. И в этом смысле стратегия как определенность, понятная, что это прогнозируемо, и вот эта стратегическая неопределенность. Как бы вы, как вот политтехнолог, человек, который умеет работать с этими нюансами, насколько это важно сейчас. Потому что ведь для Путина, наверное, тоже все просто. Вот какие прогнозы, да, было до сих пор. На что способен Запад, как долго он будет там раскачиваться, насколько далеко он пойдет. То есть плюс-минус у Путина были какие-то ожидания. Понятно, что они были нарушены в отношении западных союзников, но какие-то ключевые моменты он все-таки для себя определяет, что там медленное принятие решений, они не пойдут дальше, они будут опасаться использования ядерного оружия и так далее, и так далее. И в этом смысле вот насколько определенность, она для нас выгодна и насколько она упрощает жизнь Путина? Да, то, что заявил Макрон, оно вызвало холодную мину США и Германии, потому что они совершенно были растеряны. Позиция МИДов и Госдепа МИДа Германии, она оказалась очень такой резкой, очень нервной, очень озадаченной. Макрон в этом плане удивил, удивил прежде всего американцев и немцев, которые привыкли к синхронизации внешнеполитической линии в рамках всего евроатлантического ректора. И сейчас именно Си Цзиньпинь едет в Париж. Напомню, что до этого Шольц был в Пекине, но Шольц в Пекине, а Си Цзиньпинь в Париже. Ну, до этого Макрон был в Париже, справедливости. До этого Макрон предлагал идею, артикулировав вместе с Китаем, идея стратегической автономии Европы. Вот это Макрону очень сейчас важно. Он хочет отличить позицию и влияние Франции от, например, вот этой немецко-американской оси, которая сформировалась как раз благодаря российско-украинской войне. И очень выгодно, кстати, американцам иметь такого мощного партнера, как Германию, а Германия очень выгодно синхронизировать свою внешне-политическую линию. Кстати, Трамп разрушит эту линию. У Трампа иные, мне кажется, намерения на Европу. Он больше будет укреплять сотрудничество с Британией и он будет искать сотрудничество с Польшей. Собственно, это и происходит во время встречи. Ну, это традиционная такая линия, правда, да? Штаты, Британия, Польша, это, да, так и известные. По поводу заявления украинских, о французских войсках на территории Украины, мне кажется, что и в Кремле это восприняли с большим удивлением, потому что они не ожидали такого эпатажного, ну, весьма аккуратного на самом деле демонстрации. И то, что сделал Макрон этим заявлением, он очень хорошо сбил потенциал ядерной эскалации, которая могла быть использована Российской Федерацией. Кстати, об этом говорил и Алексей Аристоевич, он даже на ваших на эфирах с вами, и тут он прав однозначно. Путина была заготовка, когда он пойдет в решающее наступление, ему очень крайне важно повысить ядерный угар, пепел, коммуникации, операция влияния, подключение всех своих экспертов, журналистов в Европе, купленных, агентуры, демонстрация ядерных испытаний. Вот это Макрон сбил одним этим взаимом. Он показал, что если Россия пойдет на это, тогда мы будем размещать французские войска. А дальше по принципу домино пойдут Нидерланды, пойдут возможно поляки, пойдут румыны. В Румынии сейчас строится самая мощная база военная НАТО возле города Констанции. И это прям-прям у границ с Украиной. Я правильно понимаю, что часть денег, которые сейчас утверждены, тоже пойдут на строительство этой базы? Вот это мне неизвестно, но мне кажется, это в рамках проекта НАТО и в рамках каких-то уже военных обязательств самого альянса. Но сам факт, что НАТО очень сильно укрепляет восточный фронт, лагерь, скажем так, стран, это однозначно. Пока мы с вами говорим, в Сувавском коридоре Польша и Литва проводят очень мощные военные учения по отражению удара, который может исходить с территории Беларуси. Там принимают участие американцы и португальцы. И сам по себе, что, видите, просыпается, просыпается в Европе вот этот дух оптимального милитаризма, оборонного пускай характера, но крайне выгодно Украине, потому что мы таким образом еще больше получаем возможности монтировать вместе систему архитектуры безопасности, способную противостоять Российской Федерации. Олег, спасибо огромное. Спасибо, что были сегодня с нами, очень вам признательно. Спасибо. Олег Пастернак был сегодня с нами на связи, за что мы очень благодарны. И, конечно, признательны вам, наши спонсоры на платформе Патреон. Оставайтесь с нами. Продолжение следует...